Всем мурмяу мои котятки, с вами Флафи Китти и мы с вами продолжаем прохождение игры Фрэн Бу. Сегодня нас с вами ждет глава 4, часть 1, Воображаемый друг. Давайте посмотрим, что нас будет ждать в этой главе. Всем приятного просмотра. Продолжить. Итак, напомню, что в последнем видео мы покинули Иверсу, то есть смогли открыть мир, ну как бы дверь точнее в свой мир. Мы сбежали от призраков, от чудовищ, которые преследовали для нас от Иверсты до нашего мира и оказались вот в таком вот месте с баночкой, которой привязана ниточкой, не знаю, что за баночка, и дверью. Давайте начнем. Боже мой, дверь открылась. Ого, интересно. Пойдем, мистер Полночь, давай выясним, где мы. Оба-на, а вот и дверь расставила. Ох, Фрэн, быстрее бы найти наш дом. Я умираю с голоду. Мистер Полночь, смотри, по-моему, мы на другой стороне моста. Помнишь, тот, который мы пытались перейти, прежде чем упали в Иверсту? Да, я помню. Здорово. Пойдем дальше, котик. Только нужно быть осторожнее. Итак, мы с вами пытались пройти по мосту. Это было в третьем видео. Или в четвертом уже даже, да, в четвертом. Мы с вами пытались перейти по мосту, который состоял из корешков дерева. Но появился рогатый призрак, рогатые чудовища с головой козла. Сломала мост, Фрэн сорвалась и, превратившись в дерево, прибыла в Иверсту. И вот сейчас судьба нас переносит уже на другую сторону моста. То есть, именно туда, куда мы и следовали. В поисках своего дома. И я так понимаю, приключения сейчас у нас с вами продолжаются. Так, давайте посмотрим, что за баночком. Это мои таблетки. Ух ты. Но куда они? Так, сейчас узнаем, куда они. Сначала все изучим. Интересно. Сколько времени понадобилось дереву, чтобы вырасти? Не знаю. Вау. Вода. Очень странно. Когда мы упали в Иверсту, здесь не было воды. Ох, там мост. Я знала, что мы на другой стороне. Лунный свет. Очень романтично. Интересно. Мы в самом деле упали? Может, мы упали вверх ногами? Может, волшебная дверь Иверсту находится под водой? Да, вопросов очень много. Мои ботинки в грязи. Я их почищу, когда вернусь домой. Я люблю эти ботинки, потому что они удобные и красивые. Если бы они были просто красивыми, я бы их не носила. Все правильно. Одежду нужно покупать не только красивую, но и удобную. Итак, что мы видим? Мы видим обрыв. Но когда упала Френ, там оказался вход в Иверсту. То есть, как бы полянка перед Иверстой. А тут сейчас мы видим с вами воду, в которой отражается лунный свет. Ладно. Окей. Так, что еще? Ну все, больше тут нечего смотреть. Табличка с надписью «Дом». Дом. Наверное, дом в этом направлении. Вкусные ягоды. Интересно. Эти ягоды съедобны? Даже если съедобны, я не могу до них дотянуться. Когтик мог бы взорваться и взять их, но он не сможет спуститься. Тут какие-то ягоды есть, смотри. Не думаю, что они в огне. Тогда это обычные ягоды, а не огонь ягоды. Что? Огонь ягоды? Огонь ягоды. О, вкусные ягоды. Огонь ягоды? Еще о чем речь? Ах, это дерево идеально подходит для домика. Какая прелесть. Так, ладно. Давайте таблеточки нажмем. Таблетки? Не двигайтесь. Вы показываете мне дорогу домой? Мне кажется, это какая-то ловушка. Так, что здесь у нас с вами? Ничего, изучать. Изучать нечего, да? Давайте таблеточки возьмем. Ох, нет. Не нужно было трогать таблетки. Плохая, Фрэн. Плохая приплохая. Так, и... Ох, и что теперь делать, котик? Мы в ловушке навеки вечные. Ох, нет. Не нужно было трогать таблетки. Так, что теперь нам делать? Я не знаю, как-то нужно освобождаться. Что это такое? Интересно, для чего бы он раздал ее мне? Я не могу ее открыть. Да, я тоже. Возможно, существует какой-то секретный код. Или она вообще не открывается. Мда. Так, что, чем мы тут ножом? Как клево нарисовали. Вау Френ, ты уже здесь Что ж Я не ждала тебя раньше двух тридцати пяти И, как я вижу, ты больше не в западне Интересно Так или иначе, позволь мне представиться Я Итвард, твой верный друг Ого Мы наконец-то познакомились с вами с Итвардом Про которого всю игру нам все твердят Итвард, я вас знаю Вы кажетесь мне знакомым Да, я создание ночи Мы играли вместе Я помог вернуть тебе, мистер Ипполнч, обратно Помнишь? Правда? По-моему, мне самой удалось найти своего котика Эй Это вы свели сестер с ума? Нет Я не сводила сестер с ума Они считали, что это был я Понимаешь Все потому, что они никогда не заглядывали в себя Что вы подразумеваете Они никогда не заглядывали в себя Они обвинили меня И не признали тот факт Что родители их никогда не любили Но давай не будем говорить о сестрах, хорошо? Разве ты не знаешь меня, дорогая Френ? Длинный человек в цилиндре Я всегда приходил по ночам И рассказывал тебе истории Когда ты была маленькой Я пришел к тебе Когда ты меня придумала Но я невоображаемый Понимаешь? Я часть твоей реальности Я вас придумала? Вы выглядите очень знакомо Не могу этого отрицать Я существую, потому что ты существуешь Правда в том, что Ты смогла меня придумать, потому что я уже существовал Впрочем, у нас нет времени говорить об этом прямо сейчас Собственно, я здесь, чтобы отвезти тебя домой Следуй за мной С какой стати, сэр? Я не могу просто взять и довериться вам Я не причиню тебе вреда Я не созданность тьмы Я твой друг Ладно Вы кажетесь хорошим И я пойду с вами Но я все еще вам не доверяю Ну и отлично Идем Я хочу тебе кое-что показать Ох, какой он здоровый Ничего себе, какой он огромный Вау А это что такое? Что за агрегат? Узри Летательный аппарат И твырда Что думаешь? Мне нравится На нем много кнопок, которые можно нажать Да Я повезу тебя домой На этой великолепной машине Мы полетим Как только я поправлю детали К тому же Еще нет двух тридцати пяти Замечательно Но Что насчет двух тридцати пяти, сэр? Я не понимаю В этот момент Время замедляется Что позволит нам войти В ультрареальность Внутри ультрареальности Мы можем путешествовать туда Куда захотим Прямо сейчас мы находимся в бесконечных пределах второй реальности А ты Являешься частью третьей реальности Понимаешь? Да, я понимаю Но звучит безумно Сэр Мне нужно просто ждать, пока вы закончите чинить машину Ждать? Конечно, нет Ты можешь достать воду И огонь ягоды Хорошо? Хорошо Наверное, лучше сделать что-то Чем ничего Отлично Вот мое удивительное ведро Ручной работы Я сам его сделал Прикольное ведро, котятки А, и огонь ягоды Ты поймешь по огню Какие ягоды нужно взять Хорошо Но, сэр Могу я спросить Зачем вам ягоды И вода? Ягоды являются невероятно хорошим топливом Их хватает на очень много часов А вода нужна Чтобы избавиться от грязи От камалов Камалы Понятно Только бы они не крутились вокруг летающего аппарата Никогда не угадаешь Но мы знаем, что они не любят воду Так? Ох, дорогая, чуть не забыл Твои таблетки Они тебе нужны Некоторые вещи все еще невидимы для твоих глаз Понимаешь? Вот Невидимы для моих глаз Понимаю Что ж Спасибо Я пыталась поймать таблетки Но западня поймала меня раньше Ах да, насчет этого Извини Не нужно было как-то привлечь твое внимание Ничего, сэр Я выбралась в мгновение ока В любом случае я пойду за водой И огонь ягодами Сейчас вернусь Отлично Я подготовлю машину Угу Мы, значит, с вами оказались во второй реальности И направляемся в третью реальность В дом Френ Боу На летательном аппарате Итварда А Итвард это друг Который приходил к Френ Боу Когда она была маленькой девочкой То есть ее воображаемый друг Впрочем, так и называется эта глава Есть у меня одна родственница Это моя двоюродная племянница У нее тоже в детстве был воображаемый друг С которым она разговаривала по ночам И говорила, что у него большие зубы И он сам такой лохматый Интересно Приходит ли этот воображаемый ее друг Сейчас к ней Она уже довольно взрослая Симпатичная девушка Итак Ну давайте все здесь изучать Все здесь будем смотреть Привет Кажется, я что-то слышу Ух ты, механическая птица Восхитительно Ах, замечательно Ты можешь петь? Птичка, птичка Думаю, тебе придется улететь Когда мы отправимся Хорошо? Много крошечных лампочек Интересно Они мигают из-за того, что устали светить? Если они включены Они светят И не светят, когда выключены Интересно Что делает этот рычаг? Вверх и вниз Ничего не произошло И снова Ха Может его задача ничего не делать? Так, все Тут мы ничего не можем изучить Да, давайте таблеточки примем Фу Ого Я питательная? Конечно, да Вкусная, свежая плоть Ммм Вы камалы, не так ли? Вы умеете говорить? Эй Фу, я выгляжу уродливо Может, это, Фрэн, действительно я? Только из другого места Кто перенес тебя сюда? Или я навещаю тебя в другой реальности? Да Довольно-таки жуткая картина Ух ты, как много волос И такие блестящие Я словно в волшебном мире волос Понятно Ммм Вкусные ягоды Не думаю, что они во мне Тогда это... Ага Понятно Вот про какие огонь ягоды Говорил Итвард Ух ты Так много волос Так, понятно Здесь ничего нет под таблетками Значит, идем дальше Что за цветок? Ничего нет Так, давайте здесь включим таблетки О, посмотрите Огонь Ох, эти ягоды в огне Должно быть Это огонь ягоды Я не могу до них дотянуться Не везет, как всегда Любопытно Что я смогу сделать Так, опять волосы Ага, тут уже написано Ад Что ж, туда я не хочу Это указатель вводит в заблуждение У него два направления Так Олень дохлый Убирайся Убирайся Ты вторглась на мою территорию Что? Простите Я думала, что вы мертвы Как ты могла такое подумать? У тебя нет никаких манер Юная леди Не очень жаль Но вы вроде весь гнилой И окровавленный Я? Гнилой и окровавленный? По-моему, ты все неправильно поняла В смысле я неправильно поняла, котятки? Вы видите этого Гнилого и окровавленного оленя? Почему вы так говорите, мистер лось? Мистер лось? Но я не лось Я смертный червь Что? Вот это... Ничего не понимаю Простите Смертоносный червь? Нет, не смертоносный червь А смертный червь Я не хожу и не убиваю существ Я лишь придаю земле то, что существа забрали В чем они больше не нуждаются? Но я вижу только говорящего лося Где вы? Ой Ой, какой крошка Здесь, внизу Существо Ты меня видишь? Да, теперь я тебя вижу, смертная червь Вот вы где? Вы такой крошечный Привет Меня зовут Френ Привет, Френ Могу я спросить, почему ты дотронулась до лося? Обычно только падальщики трогают мертвых животных Ты падальщик? Конечно, нет Я хотела забраться на него и достать огонь ягоды Понятно Думаю, это возможно Этот лось все еще крепкий и твердый Но огонь ягоды горят Ты можешь обжечься Да, я вижу огонь Но мне нужно как-то их взять Удачи тебе Сбирайся Я продолжу работать Спасибо, сэр Итак, я так понимаю Это у нас червь, который поедает мертвую плоть Да, то есть все живое Когда погибает, оно начинает разлагаться И в нем начинают заводиться различные личинки И другие существа Для которых мертвое тело является питательной средой И мы все-таки с вами смогли добраться до огонь ягод Но они горят Поэтому давайте спустимся Выглядит все довольно-таки ужасно, котятки Картинка не для слабонервных Так Ого Привет Вы те сияющие насекомые, что застревают в деревьях? Да Мы обычно застреваем Откуда ты знаешь? Ты не одна из нас Я встречала таких, как вы Я помогла им освободиться Как мило с твоей стороны Любопытство приводит к непредвиденным ситуациям Да По-моему, любопытство это хорошая вещь А вы застряли? Вовсе нет Мы просто хотим сделать наши волосы самыми длинными Ого Звучит потрясающе Удачи Мне пора идти Пока Давайте уберем Действие таблеток Так Очень странно Давайте попробуем воды набрать Ох, нет Я не могу дотянуться до воды отсюда Что нам тогда делать? Вода только это единственное место, где есть вода Больше здесь воды нигде нет Здесь воды нет Здесь тоже воды нет И огонь ягод мы можем взять, только потушив их Так, а если попросить Вот эту Феечку, да? Как они называются-то? Не помню Вот здесь вот про них написано Про этих существ Где-то есть здесь прям страница про них Здесь видите, здесь все написано Все, что происходит с Фрэнс Все здесь есть Вот они, Люциферны Это Люциферны Эти существа Так, дайте их попросим Прошу, мне нужна помощь Позвольте привязать это ведро к вашим волосам О, действительно, хорошая мысль Привязать ведро к нашим волосам? Зачем? Звучит безумно Вовсе не безумно Мне нужна вода из-под утеса Но я не могу дотянуться Мне необходимо использовать ваши волосы как веревку Прошу, помогите Хорошо, мы поможем тебе Крепко привяжи ведро Ах, спасибо В очень добры Наполните все ведро, пожалуйста Очень странно Когда мы упали в версу Здесь не было воды Так, и что? Теперь ведро полно воды Спасибо, сияющие насекомые Теперь мне пора Я должна идти домой Дом там, где мы хотим находиться? Но разве дом находится где-то? Что? Простите, я не совсем поняла вопрос Это был риторический вопрос Я имела в виду, что ты и есть твой дом Пригласи себя внутрь Там ты найдешь много дверей, чтобы открыть Ах, звучит загадочно и красиво Я попробую как-нибудь в другой раз Пока Так, все, ведро с водой у нас есть Ведро полно воды, но оно ничего не весит Отлично И теперь давайте будем с вами тушить ими Огонь ягоды Убирайтесь, падальщики Смертный червь, сэр Вы придете навестить меня, когда я умру? Я всегда прихожу к тем, чье время прошло Не волнуйся Звучит неплохо Мы увидимся снова, когда я буду очень старая Скоро мне будет 11 лет Но этого мало Так что не сейчас Мы увидимся при верных обстоятельствах Убирайтесь, падальщики Это я, сэр Могу я снова забраться на лося? Вперед Видите, он не дает падальщикам свою добычу Да, и начинает ругаться Так Давайте потушим Это логично, да? Огня больше нет Теперь могу взять ягоды Они крепко держатся Она не может сорвать их руками Давайте срежем ножом И снова красивая, прикольная картинка Разработчики этой игры Большие молодцы И мастера своего дела Картинки они придумали Обалденные Огонь ягоды Больше они не в огне Да Да, я не знаю, полезла бы я по мертвому лосьу или нет Но Френ Спокойно Разговаривает И смотрит на мертвые объекты Так Ой Ну что Ты уже нашла воду Огонь ягоды Они нужны нам, чтобы вернуться домой Да, нашла Сэр Я принесла огонь ягоды Но они больше не горят Великолепно Этого будет достаточно Большое тебе спасибо, моя дорогая Сэр Итвард Вот полное ведро воды Мне помогли сияющие насекомые Ты имеешь ввиду лицефернов? Да, они милые Но только в этой реальности Они опасны Если ты столкнешься с ними в пятой реальности Они могут тебя сжечь Ого Жечь меня? Но я еще не была в пятой реальности Не рекомендую То, что имеет смысл там Может пагубно на тебе сказаться Ох, я забыл поблагодарить тебя за воду Спасибо, Френ Ах, Френ, сейчас 2.34 Путешествие начинается Пойдем внутрь машины Пойдемте внутрь машины, котятки Не будем тянуть время Ох, это мне напоминает Мультик Ходячий замок Сейчас 2.36 У нас есть прекрасная возможность Достичь цели в хороших условиях Скоро мы отправимся в третью реальность Ты рада, Френ? Я бы радовалась, если бы лучше понимала реальности Скоро ты поймешь Ответы не так легко распознать Скоро? Но почему не сейчас? Время течет так, как должно Чтобы ты была жива Если бы все это произошло сейчас Ты бы, наверное, взорвалась Вы хотите сказать, что ответы, которые я ищу Придут ко мне, когда захотят? Не совсем Знаешь что? Я бы сказала В течение времени ты должна испытывать И исследовать, чтобы понять Это значит, что ответы придут Когда ты их найдешь А не тогда, когда другие расскажут Где их найти А, я понимаю Что ж, теперь я рада Вы пробудили во мне любопытность Это лучшее, что ты можешь сделать Будь любопытный И будешь всегда удивляться А сейчас сразу нужно заняться делом Разговоры не доставят тебя домой Каким делом, сэр? Машина нуждается в ремонте И я думаю, что ты отлично справишься Вот айкунь ягоды и вода, что ты собрала Они понадобятся тебе для починки водяного насоса И синтеза топлива Всю необходимую информацию Ты найдешь в помещении слева Но ты вольна ходить в любое помещение В какое захочешь Я буду очень занят починкой автопилота Если у тебя возникнут вопросы Я буду здесь Но я никогда не делала ничего подобного раньше Что делает это более увлекательным Веселись, моя дорогая Ладно, я пойду Сейчас я вам тут намастерю Мистер Итворд Ну и что, давайте изучать Интересно, что эта машина делает? Наверняка она делает много вещей Или ничего Штуки двигаются и крутятся Это все, что я вижу А, я знаю, что это Это компас Но, кажется, этот запутался Он показывает север и юг одновременно Камала Хант Престарт Гет рэди И что надо делать? Гет рэди А, это игра Нам дали возможность с вами что-то поиграть Так, и что теперь? Это просто компьютерная игра, что ли? Ох, ё Все, хватит Хватит Я не хочу больше играть У меня осталась одна жизнь Ай Гейм овер Камала Хант Убийца Камалов Понятно Так, что еще тут есть? Ох, похоже на что-то сложное Мне неинтересно знать, что это Возможно, в другой раз Думаю, у Итворда есть вкус Ему нравятся те же вещи, что и мне Все это заставляет меня задуматься Да, действительно Вау Какая-то книжка Нога Обувь Стопа Снять кожу Приделать на обувь Завязать И что это значит? Ноги Одна в ботинке, а другая без Снова верст язык Интересно, о чем тут говорится? Это кожа ступни на подошве ботинка? Надо запомнить Вдруг это важно Деревянная нога Напоминает мою, когда я была деревом Кажется, ее используют как модель Для создания обуви У Итворда очень красивые туфли Перо Как в загадке великого волшебника Для птиц свободу я несу А людям письма я пишу Да Кажется, я знала ответ еще до того, как прочла загадку Молоток Очевидно, чтобы колотить вещи Ну и для чего-то другого Ну для чего? Неа Я оставлю его здесь Ох ты Я возьму эта изолента Хороша для починки вещей Изолента Чтобы залтать поломанные вещи Понятно Эта музыка вызывает у меня ассоциации с вилками Может она была сделана с помощью вилок? Кто знает Алло Говорит Фрэн Никто не отвечает В любом случае Всегда могу говорить сама с собой Так, что у нас тут? Интересно, что это машина? Смотрите, у нас две комнаты Тут и там Что в них? Ой, так много страниц Надеюсь, здесь есть картинки Ну и буквы сойдут Они рассказывают о том, что можно вообразить Иногда я неправильно понимаю рассказы А это очень опасно Так, давайте все будем исследовать Кажется, чего-то не хватает Замку, несомненно, нужен ключ Что это такое, интересно? Ладно, может быть, потом узнаем Мои дорогие котятки Здесь есть на что посмотреть Не думаю, что мне что-то понадобится Это меня удивляет Существует много вещей Которые нам никогда не пригодятся Эта лампа выглядит как чайник С вилками и ложками Я тоже хочу такую лампу Смотрите, какая крутая Часы Множество крошечных перчаток Они выглядят знакомо Это те перчатки, что я когда-то теряла? Может, Итвард их украл? Поэтому я их и потеряла Милые мишки Они держат друг друга за лапы Понятно Это король-жьяр Я узнаю его Теперь я понимаю Они друзья Это хорошо Мне хочется верить Итварду Много обуви Может, она слишком тесная Для большого Итварда? Здесь также много женской обуви Может, она нравится Итварду? Конечно, почему бы нет? Она довольно красивая Лесенка какая-то Лестница ведет к двери Но она заперта Похоже, ее можно открыть только снаружи Я не могу ее открыть снаружи Если я внутри Логично, Френ Так, что такое? Интересно, что подсчитывает эта машина? У нее нет проводов А как она работает? Техника Итварда Просто удивительна Ох, похоже на математическую задачку Но я не стану пытаться решить ее У меня есть другие дела Так, все Больше здесь ничего Френ не хочет изучать, да? Кнопки Угу Чивилок Любопытно Итвард действительно любит черных котов? Если эти игрушки Олицетворяют Мистера Полноч То это очень странно Итвард заставляет меня задуматься О многих вещах Так Ну-ка, таблеточки, если использовать Ключик Интересно, от чего он? Ключ, который я украла у близнецов Интересно, что он откроет? Вы? Вы здесь, чтобы убить Итварда? Эй Почему вы не хотите поговорить со мной? Я очень сожалею о том, что я сделала Надеюсь, вы простите меня Но это не настоящие Сестры Ну-ка, если здесь ключик использовать Вот так Посмотрим, что произойдет В сотканном мире Из света и тьмы Шарм друг у друга Сестры украли После всего решить не могли Верно ли то, кем они стали Мия злилась А Клара грустила Безумие их двоих охватило Безумные девочки Ах! У них поселился внутри Итвард Создание ночи Был он повсюду На его и во снах Поучал о величии их раздвоения Не могло ложиться в их головах Итвард был другом Меж светом и тенью Итвард был сер Но Клара и Мия однажды решили Избавить себя от него навсегда Умри, существо! Они завопили Но за место сестру Убила сестра Умершие сестры Друг друга винили Твоя вина, Клара Твоя вина, Мия Итвард пришел В последний к ним раз И он им сказал Вы обе в ловушке Но дам я вам шанс И продолжал Мир был к вам жесток Чтоб себе доказать Вас шили вместе И зеркало дали Чтоб вы могли наблюдать Я дам вам лишь то Что у вас уже было Только один крошечный шанс Понять смысл жизни Но время уплыло Осталось его немного у вас Лишь кот пропадет И в колодец дверь будет открыта Конец Любопытно Девочки Не любили друг друга Не любили то Как они выглядят И их решили наказать Не знаю к чему Было это повествование Так я зашла через эту дверь Дверь заперта Возможно Итвард Откроет ее позже Заперта Понятно Да Здесь ничего интересного Значит пойдем Вот в эту комнату Опять Металлический кот Так что здесь Мы с вами видим Ух ты Какой огромный волчок Полагаю Что это может быть двигатель Мне нравится его дизайн Очень понятный Какие то кнопочки Ах Компас идет кругами Вверх тормашками И в никуда Эти огни Несомненно Показывают Что что то работает Так Что еще тут У нас с вами есть Ага Какая то схема И опять Все написано На непонятном языке Ох Похоже на какой то Водяной насос Так Я не понимаю язык По крайней мере Здесь есть рисунки Кажется Нужно наполнить Насос водой И все такое Ох Похоже на какой то Водяной насос Так Здесь да Насос H H2O Вода Налить ее внутрь Опустить рычаг Так Все должно быть Подключено Здесь этот рычаг Сдвинуть в сторону Это повернуть Ну понятно Давайте подойдем К насосу Так Насос наливаем Воду Это опускаем Ооо Шланг поврежден Так Давайте замотаем Изолентой Это надо повернуть Это вот сюда И Зажечь Из труб Не идет газ Так Что там у нас На картинке то Ну спички Что я еще Что-то не сделала Все же вроде Это опустила Вниз Повернула А Газ действительно Не идет А что мне надо Сделать Чтобы шел газ Ладно Дальше изучаем Вытяжной Вентилятор Не буду его Трогать Я могу Пораниться О боже Вид в реальности Вид в ультрареальности Химическая смесь АФМ Микроэлементы В огонь Ягодах Ускорят машину И дадут Долгую жизнь Ее функциональному Двигутелю Огонь Ягоды Так Надо цитографировать Сейчас Минутку Котятки Чтобы потом По этой картинке Химичить Потому что я вижу Что вот здесь Очень-очень Много Всего Так Возьмем Ваза без цветов Что ж Я оставлю ее здесь Мне не нужен карандаш У меня уже есть один Они для того Чтобы пить воду Довольно маленькие Может они Для очень маленького Количества воды Для очень худых людей Понятно Посмотрите на этот Беспорядок Итвард не слышал О гигиене Но в то же время Он много знает О механических Штуках Может он держит Эти запчасти Чтобы делать новые А может он их держит Чтобы чинить Машину Итак Ха-ха Посмотрим Ммм АФМ Отсутствует АФМ отсутствует Что это Синий шланг Готов к использованию Розовый шланг Который можно К чему-нибудь Подключить Что у тебя внутри Бутылочка Так Я не знаю Что у Кого внутри Думаю Нужно это включить Чтобы заработало Так Давайте Спичками Так Где моя картинка Которая Сотографировала Так Тут написано Н166 Должно быть Так Здесь Должно быть Р15 Ой Так 2РФ Вот здесь Должно быть Здесь Должно быть А18 Так Все Здесь Ничего не написано Но идут Шланги Оранжевый Вот сюда Надо какой-то Зеленый У меня его нет Синий Шланг Отсюда Сюда Розовый Шланг Вот сюда Здесь Еще один Шланг Должен быть Где мне его взять Здесь Мы с вами Все Исследовали Здесь Ничего Не было Здесь Тоже Ничего Не было Ох Ёшкин Выглядит Довольно-таки Жутко Так Здесь Тоже Ничего Нет Что Это Секунды Минуты Часы И дни Тик-так Тик-так Я забыла Понять тебя Я забыла Уделить себе Немного Любви Что Это Все Значит Так Ладно Вот и Шланг Кстати Шланг У него Есть Своего рода Разъем Интересно Для чего Так Глаз Мне здесь Не нужен Так Здесь Что У нас Может быть Той Реальности Нет Пока С труп Не идет Газ Мы Зажечь Ничего Не можем Ладно Так Шланг Мы нашли Все Здесь Больше Ничего Не Нужно Здесь Какие-то Глаза Вот сюда Так Ну вот И прекрасно А дальше Что Так Огонь Ягоды А Афм Здесь Что Огонь Ягоды Что Ли Должны Быть Афм Да А еще Какой-то Зеленый Шланг Должен Вести Сюда Вот Из Этого Вот Сюда Мне Еще Нужен Один Шланг Да Так Может быть Я была Невнимательна Где-то Еще Наверное Трубки Есть О Вот же Посмотрите Зеленая Трубка Вот Я Вообще Невнимательная Коза Дериза Так Потому что На картинке Которую я Сотографировала Шланг Осьминог В нужном Месте Все Вроде Да Что Нам Еще Надо Так Что Нам Еще Нужно Так Таблетки Можно Убрать Эту Штуку Я Никак Не Могу Зажечь Газ Не Идет Ну-ка Что Я Делаю Не Так Вот Так Вот Скорее Всего Нужно Держать Рычаг Вот 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 Как Все Это Должно Быть Вот Это Да Так Что Дальше Что Теперь Вау Готово Фрэнбус Супер Мастер Химии Вот Эти Две Штучки Нужно Было Повернуть Но Это Я Знаете Котята Я Как бы Ну Чисто Наугад Это Все Готово Фрэнбус Супер Мастер Химии Я Чисто Наугад Нажала Потому Что На Картинке Где Этого Нет Фрэн Я Наконец То Смог Починить Автопилот Тебе Нужна Помощь Думаю У меня Тоже Все Получилось Я Сделала Все Что Вы Меня Просили Очень Хорошо Фрэн Похоже Все Прекрасно Работает Да Все Выглядит Просто Великолепно Что Нам Теперь Делать Сэр Что Ж Я Хотел Узнать Боишься Ли Ты Кроликов В Одной Из Комнат Есть Маленький Кролик И Я Я Сильно Его Боюсь Ты Поможешь Мне Избавиться От Него Кроликов Думаю Зависит От Кролика Сэр Учитывая Все Что Я Видела Я Не Могу Представить Лишь Один Вид Кролика Это Шоколадный Кролик Или Рогатый С Глазами Убийцы Тебе Нужно Увидеть Самой У Этого Розовый Нос И Синие Ботинки Он Там Просто Сидит Не Моргает Не Шевелится И Постоянно Пялится На Тебя Звучит Очень Страшно Сэр Покажите Его Мне Иначе Я Никогда Не Узнаю Ты Очень Храбрая Дорогая Следуй За Мной Кролик Какой Еще Кролик Я Ничего Не Понимаю Что Происходит В Этой Кролик Вот Видишь Он Просто Сидит Там Разве Это Не Странное Поведение То Итвард Испугался Вот Этого Кролика Вы Что Угораете Что Как По Мне Это Просто Игрушка Сэр Она Не Будет Двигаться Не Могла Бы Ты Наладить С ним Контакт Я Не Осмелюсь Его Трогать Хорошо Сэр Я Возьму Кролика И покажу Вам Что Здесь Нечего Бояться Давай Найдем К нему Видите Это Просто Пушистый Кролик Здесь Нечего Бояться Ах Ты Права Фрэн Здесь Нечего Бояться Что Не Уходите Мистер Полноч Это Не Смешно То есть Итвард Нас Заманил В Ловушку Ох Почему Ты Испугал Итварда В любом Случай Ты Очень Милый Так Что Еще У нас Здесь Есть Какой Милой Деревце Морковь Из Механического Сада Итварда Циферка 3 Мне Не Нужно Больше Моркови У меня Уже Есть Одна Смотрите Какие-то Цифры По всему Помещению Развешаны 3 5 2 И 4 Вот Здесь Вот Я Все Окинула Взглядом А еще Единичка Есть 1 Привет Вы Другая Голова Итварда Мне Нравится Ваш Цилиндр Итвард Сделал Бумажный Кораблик Да Эти Лампочки Не знают Оставаться Не включенными Или Нет Хо Хо Мы Еще Взяли Гаечный Ключ Инструмент Кажется Это Гаечный Ключ Кажется Точно Карандаш Он мне Не нужен Зеленые Листья Так Что Еще Кэт Кнопка Что Это Такое Что Это Такое Да Я Нашла Батарейку С Полным Зарядом Только Нафига Она Мне Нужна Не Поворачивается Что Мне Делать Не Знаю Ого Ух ты Кнопка Заставила Пол Подняться Ох Он Спустился Обратно Прямо Как Лифт Действительно Лифт А До Этого Да Механическая Рука Живая Что Такое Гайки Болты Никогда Не знала Что Есть Что Давайте Открутим Что Еще Остается Так Еще Нажимать Надо Чтобы Крутилось Смотрите Видите Я мышкой Веду Выглядит Как Небольшой Вытяжной Вентилятор Похоже Машина Нуждается В энергии Может Сюда Батарейку Поставить Ну Вот Батарейка На Месте Да Заработала Что Нам Это Дало Так Это Лифт Вверх Лифт Вниз Что Мне Дальше Делать Как Вот Сюда Нажать Может Быть Не надо На этом Лифте Куда Уехать Или Спрыгнуть Вниз Нет Не надо Явно На этом Лифте Куда Уехать Ну Ка Может Где-то Рука Как-то Сюда Может Не Совсем Понимаю Ну Ка Ешкин кот Ой Механический Кролик Совсем Не Милый Может Кролик Злой Или Голодный Или И то И другое Слушайте Какие-то Я ему дала Морковь Но Непонятно С какой Это было Целью Так Ладно Берем Таблетки Ах Ах Вот Вот Оно Че Про Вентиль Я совсем Забыла А Вот Теперь Она Нажмет Вот На Эту Кнопочку Угу Вау Вау Что это значит Эта штука Нужна Чтобы создавать музыку С помощью ветра Эй Там никого нет Символ воды Наверное Это с чем-то связано Вы Лето Оу Фу Ой Фу Здесь сделали Отбивные Мамочка Папочка Кто сделал Это с вами Почему вы Здесь Прошу Скажите мне Здесь Таблетку Берем А Саперта Кнопка сброса Как практично Понятно Так Ладно Так Что мне здесь Надо делать Я Не знаю Мои дорогие котятки Огромная металлическая вертушка Как вы верстим Просто обычный флаг Нет Я так понимаю Мне надо вот эту Фигню открыть Но как Какой кот Там были Листочки У нас С вами Внизу Может быть Я что-то Не увидела Здесь Просто Циферки Ну-ка Если Подействуем Таблеток Посмотрите 8 Со стрелочкой Влево Так Потом 9 Влево Где еще Есть Какие Что А кролики Потому что Видите Везде Стрелочки 5 В сторону Видите Стрелка Сюда ведет Сюда ведет Стрелка Наверх ведет Стрелка Вот сюда Еще ведет 6 Направо И стрелка Вот сюда Ведет 8 Я думаю Что это Направление Движения Того рычага Который Сверху 1 2 3 4 5 Стрелок Все Теперь можно Убирать Таблетки Так Ехать Наверх Единственный Момент Интересно В каком Порядке То есть Если Как Было Написано Ну Вот В том же По Часовой Или Против Часовой Так Давайте Посмотрим 3 4 5 6 7 8 Еще Потом Куда-то Нажимать Нужно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Кнопка Сброса Как Практично Может быть Там было написано Что первое Что второе Ну-ка Еще раз Нужно Спуститься Посмотрите Так Первое У нас Будет С вами Здесь Это То есть Мы первое С вами Должны Будем Вести Давайте Первое Посмотрим Так Это Первое 8 Вправо Да Так Что у нас там Кролик Показывал Так Кролик Показывал 5 Право Это у нас Второе Да 5 Право Второе Так Так Третьим Что у нас Третьим Будет С вами Третьим Будет 8 Влево Четвертым Будет У нас С вами 6 Право Правильно Четвертым 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 Вот здесь Было Четыре Тут Пять Было И пятым Девятым Влево Сейчас Еще раз Уберем Действие Таблеток Да 4 5 Все Встаем На лифт Идем Наверх Сейчас Откроем Посмотрим Так Первое 8 Раз Вправо 1 2 3 4 5 6 7 8 Еще раз 5 Вправо 1 2 3 4 5 Третье 8 Раз Влево 1 2 3 4 5 6 7 8 Четвертый 6 Раз Вправо 1 2 3 4 5 6 И пятым 9 Раз Влево 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Да Я была права, мои дорогие котятки Это отлично Давайте спустимся вниз Так, и что? Сюрприз, Френ! С днем рождения! О боже мой! Он меня испугал! Вечеринка в честь дня рождения? Я думала, вы хотите убить мистера Полночь! Мы соврали, чтобы отвлечь тебя! Мне очень жаль, что нам пришлось тебя обмануть, мой друг! Мы хотели сделать тебе сюрприз, моя дорогая Френ! Присядь! Поешь торт! Ладно! Спасибо, котик! Вы меня очень удивили! Спасибо вам, Итвард! Сэр! Торт сделан из твоих любимых ингредиентов! Мистер Полночь мне о них все рассказал! И... У нас есть кое-что особенное для тебя! От всей команды нашего корабля Это значит, от всех нас Существ, рожденных, естественно, или вручную Держи! Надеюсь, ты найдешь его познавательным! Что это такое? Вот это да! Мне нравится упаковка! Могу я его открыть? Пожалуйста! Да, вперед! Открой его! Вау! Ух ты! Игрушечный кот! Большое спасибо! Мне нравится! Он красивый! Он может дать твоим глазам новое восприятие! Знаешь? Как ультрареальность! Именно это происходит, когда я принимаю таблетки, сэр! Я вижу ультрареальность! Ну, зависит от обстоятельств! Тебе нужны какие-либо пояснения? Да, пожалуйста! Смотри! Ты видела смесь из различных реальностей! А ультрареальность! Это невидимая комната, где все существует одновременно! Например, в это самое время и в этом месте у нас вечеринка в честь дня рождения! Но в ультрареальности постоянно происходят другие вещи! Более медленные, более быстрые или просто невидимые для человеческого глаза! Благодаря времени люди могут различать прошлое, настоящее и будущее! Возможность определять вещи ограничивает реальность! Это помогает людям понять свою окружающую среду! У тебя другое восприятие окружающей среды! Оно не связано с определениями! Ты понимаешь, о чем я? Я не уверена, сэр! Думаю, возможно! У меня голова идет кругом! Это от того, что корабль то поднимается, то опускается! Задуй свечи, дорогая! Мы скоро достигнем цели! Вы имеете в виду, что мы вот-вот будем дома? Ты слышал это, котик? Да, мы вот-вот прибудем! Правда? Ух ты! Как волнительно! Хорошо! Сейчас! Что случилось? Ох, нет! Нет-нет-нет! Ой-ой-ой! Что происходит, мистер Полночь? Ты в порядке? Я в порядке, но надеюсь, корабль не сломается! Звучит опасно! Френ, ты должна помочь! Мне снова нужно везти машину! Камалы уничтожили автопилот! Один остался в живых! Ты должна от него избавиться! Найди его быстрее! Как мне это сделать, сэр? Вода! Она очищает от грязи! Поспеши! И помни, он может скрываться от твоих глаз! Боже мой, котик! Мне страшно! Мне тоже, моя фрэн! Мы должны найти Камала! Очень надеюсь, что вода его уничтожит! Пойдем! Так! Идем с вами, набираем воду! У нас с вами осталось ведро! Да, ведро осталось! Котик! Ничего себе! Она открылась! Это замочная скважина! Интересно! А что произойдет, если я найду ключ? Нитвард не объяснил, как это работает! Придется выяснять самой! Потом буду выяснять! Так, давайте! Так! Как нам? Ведро не пролезает! А если как-то отсоединить провод? Ничего, конечно! О чем я думала? Здесь воды нет! А где еще вода была, кстати? Еще вода была у нас с вами вот здесь вот? Вот! Ну как ее взять? Символ воды! Как взять? Может, чайники? Ох, и ничего себе! Я добыла воду! Так, ладно! А где мне теперь искать Камала? Так, здесь его нет! Здесь клоун! Есть девочка! Вот ты где! Гадость! Ты разрушаешь корабль! Итвард сказал, что ты грязный, и мне нужно очистить тебя водой! Да, сейчас мы используем на нем воду! Уху! Господи, как он орет! Ох, не убегай! Куда ты идешь? Куда-то наверх он ушел! Давайте за ним! Ох, вот он! Давайте польем его! Ага, я думаю, для чего чайник поворачивается! Бедный! Бедный Камала! Кажется, я наконец-то избавилась от Камала! Я лучшая! Нужно вернуться к Итварду! Так, таблетки, наверное, можно исключить! Итвард, сэр! У нас получилось! Камал исчез! Он исчез, да! Но слишком поздно, дорогая! Я не могу доставить тебя домой! Мы снижаемся! Нет, прошу, не говорите так! Это нечестно! Нечестно! Я всегда буду заботиться о тебе, моя дорогая! Боже, как это мило! И корабль падал, пока не разбился! Все было уничтожено! Конец! Но это очень грустный конец, Итвард! Расскажи мне другую историю, пожалуйста! Хорошо! Это история обо мне и Фрэнбоу! О том, как она обещала никогда не забывать про меня и про магию! Хе-хе-хе-хе! Я обещаю, Итвард! Я никогда тебя не забуду! Хорошо! А теперь пора спать! Жди меня в своих снах, мой друг! Глава 4, часть 2, предписание доктора! Итак, мои дорогие котятки! Я не знаю, где мы оказались и что все это такое, но началась глава 4, часть 2, и проходить мы с вами и размышлять о том, что произошло будем в моем следующем видео. Поэтому на этой печальной грустной ноте, на том, что корабль разбился и, как мы видим, Итвард исчез, мы с вами заканчиваем данное видео. Поэтому, если вы еще не подписаны до сих пор на мой канал, то подпишитесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы узнать продолжение игры Фрэнбоу, чем там все это продолжается, все дела, все действия в этой игре. И чем Фрэнбоу игра заканчивается, найдет ли Фрэнбоу убийцу своих родителей, может быть вообще родители живые, ничего этого не было, и Фрэнбоу это только снится. Поэтому, поэтому обязательно подпишитесь. Также ставьте лайки и пишите комментарии, мне будет очень и очень приятно. И поддерживайте мои работы донатом. Все ссылки имеются под этим и под всеми другими видео, которые имеются у меня на канале. А я с вами всеми прощаюсь, до новых встреч, смотрите только полезные и качественные видео. Всем пока-пока. Всем мяу.